Каким перемещением переводится одна половинка в другую? В трудных картинах осталось две. Давайте я здесь вот нарисую самую трудную. Клетку пополам можно делить, но здесь в большинстве случаев это не нужно. То есть в принципе можно. Правила нет и не спрещено. Но вот именно в этих задачах в большинстве случаев это нарисовано на картинке. Это не нужно. То есть удается без всякого деления клеточек пополам, удается резать именно по клеточкам, и все получается. Ее требуется разрез пополам. Некоторых картинок есть больше одного способа. Давайте не будем эсимпликаться, но в этом пункте нет точно есть два симпатичных способа, поэтому я нарисую картинку даже два раза. И надеюсь, что вы придумаете оба эти способа. Теперь нужно все стереть остальное, и получится, соответственно, результат. Та фигура, которую надо разрезать пополам. Не забываем отметить, каким преобразованием переводится одна половинка на другую. А по вкусу? Лучше всего вот так, как ты сделал. Лучше всего закрасить одну половинку. Ребят, недавно. У кого есть цветные карандаши, тем совсем легко. Просто цветным карандашом одну половинку. У кого там хорошо карандаш, у кого только куча, ну как будет так. Потому что пить надо, чтобы одна половинка. Достаточно просто зашлиховать. Это не картина. 4, 5, 6, 7. 7 раз по 15. Это сколько? Это 105. Ну, на самом деле, в верхнем ренте чуть-чуть есть пробелы, так что народу поменьше. Вас здесь сейчас чуть-чуть меньше, чем 100. А вот правда, что нет ощущения, что нас здесь страшно много, мне дышать не дает. Правда нет такого ощущения? Нет. Замечательно, ребята, вот в этом прелесть нормальной университетской аудитории. Что вот даже 100 человек, там еще родители какое-то количество, но вы сидите и, собственно говоря, всем удобно, всем спокойно. Вот у нас в ДНТТ, казалось бы, я такой же, инфориста такая же. Но из-за того, что там маленькие комнатки, когда приходит 30 человек, уже полное ощущение, что сидеть негде, дышать нечем. Ну, понятно, здесь огромный высоченный потолок, поэтому, ну, что значит, никто из вас не может отнять у другого атмосферу, да? Вот. А когда маленький класс, все по-другому. Ну, так что давайте все-таки ценить то, что пока дают, пока нас пускают университеты. Римского зоопарка у них есть совершенно роскошный биологический музей, зоологический музей. И представьте себе, мы с Колей, значит, вошли, идем и видим коллекцию. Очень хорошая, красивейшая коллекция, огромная. И надпись сделана в 1750 в таком-то году. Наши. Наши, наши. Что в 1750 в каком-то году линей, это замечательный такой был биолог, один из основоположников всей науки биологии, оказывается, делал огромное количество всяких чучел, ну, чего только не делал. Это поставили в музей, и там стоит. И вот сейчас мы идем и смотрим. На всякий случай в Москве, скажите, пожалуйста, есть хоть один музей, который с 1700 какого-то года. Нет, конечно, и не может быть, потому что вообще-то Москву сожгли в 1812 году. И после этого было огромное количество всяких преобразований, чего только не было. И каждый раз коллекции терялись, терялись, терялись. А в Риме совсем по-другому. Один раз сделали, а зачем же это уничтожать? Стоит и стоит. Стоит. Стоит.